Ну что, друзья, всех рад приветствовать, с вами я, Пандос Фэйксович, и сегодня вас ждет пушечный ролик. И это словосочетание я выбрал не случайно, потому что сегодня мы с вами будем тестировать новые пушки в EFC 24. Если кто не в теме, объясняю. В прошлой части FIFA у нас был пушечный удар L1 плюс R1, с помощью которых я забивал, ну, прям до хрена мячей. В этой FIFA есть нововведения, это игровые стили плюс, которые улучшают те или иные характеристики футболистов. Так вот, в FIFA есть десяток футболистов, которые имеют этот талант, соответственно, исполняют эти самые удары L1-R1 с большей силой, с большей точностью. И самое главное, они делают это практически в два раза быстрее, может и в два раза. Точных чисел у меня нет, но херачат они намного быстрее. Так вот, друзья, сегодня я соберу состав из этих самых лонгшотеров, и у меня цель в выпуске исключительно забивать с помощью ударов L1-R1. Никак по-другому я не имею права забивать. Начинаем с позиции галкипера, и у меня тут будет стоять Маньян. Никогда до этого за него не играл, будет интересно протестировать, что он из себя представляет в этой части FIFA. Пара центральных защитников и ПЗшник тоже ничем не примечательны, потому что они особо не будут принимать участие в том, что будет происходить на поле. На левом защитнике, друзья, у нас будет стоять Роберто Карлос. Не зря же мне его арендованную карточку дали. Одна из самых любимых карточек за последние там части FIFA, в частности из-за его невероятных лонгшотов. И спойлер, сегодня мы будем тестировать его на позиции страйкера. Ну, просто чтобы он сыгранность не терял, изначально будет стоять на позиции ЛЗшника. В атаке, друзья, у нас будет бегать Криштиану Рональду. Талиска здесь лишь для сыгранности, в самом матче вот так вот все будет происходить. Роберто Карлос будет херачить на страйкере, а вместо Талиски будет вот эта вот девчонка выходить. Так, что, друзья, продолжаем полузащитниками. Рисе у меня будет стоять на ЛП. Ну, так вот, у него тоже на карточке есть силы удара 93, дальние удары 87, и он также имеет вот этот вот талант, мощный удар. Получается, самый дорогой игрок в моем составе, это Стивен Джерард. Также его покупаем. Эх, сколько же я на комиссии проебусь. В прошлой части FIFA, Стиви Джи, мне вообще не понравился. Будем смотреть, что эта карточка из себя представляет. Ну, статки такие средненькие довольно-таки. Прайсов 400 практически тысяч, мне кажется, too much. Фрэнк Лэмпорт будет также бегать в моем составе, хотя бегать громко сказано 77, но так или иначе, ребята, у него тоже есть этот талант на мощный удар. Дальние удары 92, сила 90, плюс-минус подобные характеристики, как и у Джерарда. Ну и справа бегунок на ракетке Муса Диаби. Вот такой вот составчик, друзья. Опять же, в начале матча делаем незамысловатую перестановочку. Роберто Карлос у меня будет бегать на СТшнике. Вот так вот. Перед тем, как мы продолжим, естественно, хочется напомнить вам о моих спонсорах. Это мои отличные легальные друзья из компании Пари, которые поддерживают каждый мой видеоролик. У них на сайте можете найти множество спортивных дисциплин, на которые вы можете поставить ставочку. У них есть суперудобнейшее мобильное приложение, а пройдя верификацию до конца, вы получите отличный бонус фрибет на 1000 рублей. Все это добро, закреплен в комментарии. А если вам нужна новая EFC24, различные подписчики, Xbox, Playstation, в общем, все, что душе угодно. Ссылочка на мой личный магазин в описании. Так, наш первый соперник, асименчик в атаке. Опять же, похер на результат, главное хуячить лонгшоты. По-другому я не имею права забивать. Так, вот так вот, первый удар сразу же Лэмпорт нанесет. Ух, ну, в створ пошло, окей, первый удар готов. Так, вот и первая атака, вот и первая атака. Ох, как сейчас кайфанем. Галкипер сейчас пустит какую-то хуйню, наверное. Нет, отскок. На ногу, на ногу, конечно. Отбор, опять, опять к нему отскочит. Конечно же, риса просто как бомж отлетает от девчонки. Ну вот, я не знаю, я этот сценарий уже вижу не в первый раз. Когда мяч постоянно отскакивает, отскакивает и отскакивает. Когда девчонка толкает, рыза, блядь. Ну что это за хуетень, блядь. 2-0, нормально летим. Да не, какой-то лютый пиздец мне достался в первом же матче. Я тут пофаниться хотел, блядь. Лонгшотики побить, а тут какой-то драчун попался левого стика. Как он крутится, пиздец. Ну, мне ему повезло, что я не во всю силу играю. Сейчас, вот, ударная позиция. Блядь, не дает, он сразу прыгает в подкат. Он уже понял, что я примерно хочу сделать. Так, так. Исти виджи. На нахуй. Ух, вот сейчас хорошо было, если бы в створ бы полетело. Ну, найс, блядь. Отбор вроде сделал, но куда, блядь? На ногу сопернику, естественно. Тут маленькая девчонка крутится. Блядь, я реально играю в симулятор просто отскоков на ногу, блядь. Это просто невозможно, нахуй. Кто-то скажет, что и в реальном футболе там отскоки всякие бывают. Да, бывают, но не так часто же, блядь, как в этой игре. Так, стивиджи ебать пас вырезал. И на нахуй. Блядь, какие-то слабые удары получаются. Надо, наверное, поближе подойти. Ну, блядь, ближка залетела. 3-0. О, залетела. Я вообще не надеялся, ребята. А вот и ближка, блядь. На нахуй, блядь. Ближка. Криштиану Рунальду. Ну, наконец, блядь. Так идеально в девятку посмотреть. Блядь, соперники что-то какие-то лютые пошли в последнее время. То есть, блядь. Ну, смотрите, как он играет. Ну, это ебанутый микроконтроль. Охуеть. Девчонка опять всех отталкивает. Блядь. Что это такое? Не, девочки ебут, пацаны. Как бы это странно ни звучало, но девочки ебут, блядь. Как он крутится. Я в ахуе просто, блядь. Ну, это какой-то гений микроконтроля мне достался. Что он, блядь, делает в шестом дивизионе? Вот объясните мне нахуй, блядь. Пиздуй в свой элитный дивизион и там дрочи свой левый стик, блядь. Мне, кстати, недавно писали, что я какой-то злой на видосах, блядь. Вы что, охуели? Я всегда злой был, блядь. Я играю в такую игру, где невозможно быть добрым. Вы что, блядь, доебались до меня? Фифа-мобайлеры, блядь, неженькие, блядь. Много матерюсь, много ору, блядь. Есть множество каналов по Фифе, где люди ни одного плохого слова и не скажут, блядь. И будут вам жопу лизать, блядь. Вот идите туда и смотрите. Тут, блядь, негативный злой контент, блядь. Так, можно финальный удар. Вот такой вот. Ух, ебать. Странный какой-то удар получился. Ну, ладно, гг. Один гол мы забили, нормально. Опять же, мы тут не за результатом. Родман нас трахнуло, блядь. Просто, блядь, я не понимаю, как эти девчонки играют. Но вы сами видели. Толкались, пихались, просто никого не чувствовали. Вообще похер, какой у тебя состав. Сейчас разъебем, пацаны. Опа, Риза. На нахуй. Ебать, перекладина. Вот это удар был нахуй. Так, вот оно. Криштиану Рунальду. Опять хорошо летит. Я не знаю, как голкиперы так успевают за этими мячами. Опа. А, вот это отличная позиция для Роберто Карлоса, я думаю. Давайте пробуем. Роберто Карлос, ну-ка. На нахуй. Ребята, что сейчас чуть не залетело? Охуеть просто. Не, ну в этом матче прям хорошо летит. Опа. Роберто Карлос. И уебать. Блядь, да как они это тащат? Как забить нахуй? Они просто летают, какие ебанутые по углам. Ну вы это видите? Просто, блядь, хуй забьешь. Типа удары хорошо летят прям в створ. Сильный, мощный. Но голкиперы просто, блядь, по углам тащат все вообще. Ну забил, молодец. Красавчик, 2-0. Да похуй вообще, блядь. Ну чувак, ну успокойся. Ну забиваешь ты, красавчик. У меня цель немножко другая, блядь, в этом ролике. На нахуй. Ху-ху-ху-ху. Киковный, блядь, пауэршот. Вот так вот я это называю, блядь. Вот хорошо залетело. Ну слушайте, в каждом матче мы забиваем пауэршотами. Но, к сожалению, побед нам это не приносит. Но забиваем. Опять же, тут игра не на результат. Поэтому ясен хуй, что вероятнее всего такой исход нас будет встречать. Повсеместно. Учитывая, что мы с центра поля хуярим. И каждый соперник тут какой-то ебучий атлет, блядь. С невероятным скиллом микродриблинга. Ансу, Фати, Колумани. Так. Блядь, Талиска, съебись, пожалуйста. Риза, ну-ка. На нахуй, блядь. Вот такие вот удары. У Ризы, блядь. На нахуй, блядь. Пошло, ребята. Статистика какая, ребята. В каждом матче мы забиваем пауэршот. Да, проебуем, конечно, но... Работает, работает. И Лэмпорт. Ебать, перекладина. И Риза. Блядь, да как эта хуйня тащит, блядь. Роберто Карлос. Да еб. Сейчас вот неожиданно вот такую. На нахуй. Ребята, Риза что-то заряжен. В этом матче прям у него хорошо летит. Вот отобрал. Отскочил на ногу. Отобрал. Отскочил. Блядь, ну я заебался уже. Пропускать одни и те же голы, блядь. Похуй. Вот сейчас будет лонгшот. Вот на нахуй. Блядь, опять перекладина. Да вы издеваетесь нахуй. На Криштиану. И Криштиану. Опять перекладины. Блядь, иди нахуй, игра. Ага. Какие финтики знает наш соперник. Смотрите. Все, блядь. Проснулся в нем кибератлет. Зеленый ТФ бьет. Так, Риза. А чего бы нет? На нахуй. Гол 2-1. Красава. Блядь, он еще и празднует, как токсики. А вахуй. Так. Отлично. И Стиви Джи на нахуй. На нахуй, блядь. Вот оно, ребята. Вот оно, ребята. Стиви Джи и легенда в сердечке. Какой пауэршот он захуярил. Какая идеальная девятка у него получилась. На нахуй, блядь. Красота, красота, красота. Вот это красиво, а не ваши вот эти вот прострел по флангу, блядь. И гол, скукота, скукотища. Ну, конечно же, я не могу выйти из матча. Большая проблема этой игры, блядь. Так, ну что, друзья. Полетели. Прошлый матч придал мне уверенности. Так. Так. На нахуй. Ебать, что залетело, ребята. Стиви Джи, блядь, чё за гол? Типа полупарашютиком с пауэршотом. Ебанись. Ребята, всё, мастер на месте. Блядь, меня какой-то рофл забивает, блядь. Если вы вдруг начало видоса промотали и не понимаете, какого хуя тут происходит, я бью исключительно пауэршотами. Так, Роберто Карлос. На нахуй. Ебать, уебал гулаши. Фрэнки Лэмпорт, на нахуй. Повезло. Опа. Ну тут Диаби, блядь, за Диаби не хочу бить. А вот за Роберто Карлоса хочу и буду. Ну, это было логично. Что рано или поздно он мне забьёт. Сейчас разъебём, блядь, этого бомжа, блядь. Да, я разъебал человек. Сука. Короче, ребята, всё, блядь. Я убираю это правило, блядь. Сейчас просто хочется выиграть, поэтому... Играем без пауэршотов, просто на результат. Сейчас я разъебу его. Что-то мне не нравится, что я столько матчей проёбаю. Да, я понимаю, что не на результат изначально я играл. Но что-то заебало, блядь, что каждый мне насовывает. Так, Роберто Карлос. Лэмпорт, ну ты вообще охуел, блядь. Зачем ты пиздишь его, блядь. Ладно, сейчас давайте забьём быстренько. На нахуй, во-первых. Блядь, как он это тащит? Не, голкиперы прям реально какие-то неадекваты в этой игре. Типа, ну уж слишком имбово они тащат. Но при этом иногда пускают какую-то лютейшую дичь. Хуй угадаешь, блядь. Не понимаю, от чего зависит это настроение. Как будто... Пенальти. Пенальти. Это пенальти, да-да. Съебался. Вторая красная. Вторая красная у двух цзшников. Так, ну давайте Стиви Джи забьёт. Сейчас быстренько вправо. На нахуй. Вот такой навес. И вот такой удар головы. Опять перекладина. Ничего страшного. Я привык. В этом матче было тысяча и одна перекладина от меня. Так, ну что, блядь, братан? У тебя двух цзшников нет. Ситуация дерьмо у тебя совсем, блядь, братан. 3-3. Оп. А в чём дело? А в чём дело? А в чём дело, братан? Ебать. Ну это не фол. Ладно, хуй с тобой. 3-3, блядь. Так. Анри арендованы. Так, ребята, давайте в последнем матче сыграем на результат, так скажем. Нормальный файнас у Роберто Карлоса. Так, у него Путелес вышло. Вместо Колумани. Интересная замена. Так, Роберто Карлос. На нахуй. На нахуй. А это файнас от Роберто Карлоса. Вы как хотели. Чё, блядь, соперники? Не нравится, да? Когда я играю на результат. Ну всё, вы меня довели. Вот так вот делаем. Вот так вот. И вот так вот. Как мы разъёбываем его. Риза теперь забивает. Ну, короче, наигрались. Собственно, как и я тоже. Ну что, пофанились, развлеклись. Какой итог можно подвести? Это всё весело, да, но не всегда эффективно. Ну, как бы в этом и цель была ролика. Лэмпорт вообще нихера не сделал. У Джарарда 3 плюс 1. У него каждый гол красавица. Риза 2 захерачил. Ну и Роберто Карлос 2 плюс 2 сделал. Я до этого играл арендованным Роберто Карлосом на своём бездонатном аккаунте. И ребята, пушечки у него там красивые залетали. Надеюсь, вы как минимум подняли себе настроение, как я себе. И немножко кайфанули от этого видоса. Опять же, если кого-то выделять, вот прям вот так сочно и мощно, это Стиви Джи. Вот он прям мне очень понравился вместе с Риза. Лэмпорт не о чёмный. Роберто Карлос тоже хорош, но конкретно в этом видеоролике не продемонстрировал весь свой потенциал. Ну и Криштиану вы и так сами видели в прошлом видеоролике, что в принципе за эту карточку можно играть. Но видите, не все пауэршоты залетают. То есть вратари. Вратари это просто какая-то жесть, блядь. Каждый вратарь сумасшедший псих, который по углам летает и всё тащит. Плюс у меня там 10 перекладин и штанг было. Наверное, это тоже стоит учесть. И какую-то супер объективную оценку этому составу давать не имеет никакого смысла. Чисто фана такой вот видеоролик. С вами был я, Пандосов Иксавич. Оставляйте указы, классные комментарии. И всем хорошего настроения. Чао, какао.